Эмоции просто потрясающие. Позитива в море. Радость просто зашкаливает. Такие вот актеры, такие вот обаятельные в жизни тоже. И радости от этой встречи, вот прям, наверное, на несколько дней ее хватит. Именно такие эмоции были у воспитанников Старобаического детского дома от встречи с актерами сериала «Молодежка». Радость на лицах детей, не передать словами, это попросту неописуемо. Влад Конопко, Иван Дубровский, Евгений Кулик были поражены таким приемом и также эмоционально отреагировали на приветствие. Не меньше интереса у детей вызвали и игроки уфимского толпара Руслан Гайсин и Даниил Доценко, которые также пришли на встречу. В Старобаическом детском доме внимательно следят за выступлением юлаевской молодежки, а иногда им даже удается выбираться на матч уфимцев. Для хоккеистов такая поддержка очень важна и добавляет им положительных эмоций. Детишки много что говорят с наилучшими пожеланиями, болеют, переживают за нас. Вот из детского дома детишки приезжали и они всей душой поддерживают нас. По ходу встречи детишки задавали много вопросов актерам и получали от них искренние ответы. Мероприятие поражало своей душевностью, а напоследок актеры молодежки и толпаровцы с удовольствием сфотографировались с ребятами, раздали множество автографов и подарили им подарки. В свою очередь и дети приехали не с пустыми руками, вручив своим любимцам на память специально подготовленные подарки, сделанные своими руками. Подарок, ну всегда да, как-то дарят подарки, но вот этот именно своими руками подарок очень, это наиболее ценный, я так думаю, что у нас, я так понимаю, продюсер сериала уже, ну мы ему, естественно, все собираем так, как-то все правильнее. Потом у него есть целая стенка таких подарков для молодежки, этот, мне кажется, займет очень такую отдельную роль, потому что он своими руками очень красивый, это от души сделано, как приятные слова сзади написаны. Это очень дорогого стоит. Сразу по завершении этой встречи актеры и хоккеисты отправились в детскую республиканскую клиническую больницу в отделение онкологии, где их с нетерпением ждали детишки, находящиеся на лечении. Они сразу узнали актеров молодежки, а некоторые охотно делились своим мнением о сериале. Да, я вот часто его довольно-таки смотрел, и вот, интересный довольно-таки сюжет, но вот, чтобы вот эта любовная фигня, вот, я бы убрали. Там с девушками, вот, я не очень такой, вот, чтобы спортивный этот был сам, хотя и как они занимались там. Детишки, лежащие в отделении онкологии, наверное, самые сильные и жизнерадостные люди на нашей планете. Им каждый день приходится принимать уйму лекарств, но при этом они остаются маленькими детьми, для которых любое внимание важно. А когда в гости к ним приезжают кумиры, то это положительно влияет на них. Замечено, что дети положительные, люди позитивно настроены, выздоравливают легче, и болезни свои легче переносят. Я думаю, что здесь будет наблюдаться такая же ситуация. Помимо раздачи привезенных подарков, актеры и хоккеисты успели поиграть с детьми, получив совершенно сумасшедший заряд положительной энергетики, и не скрывая эмоции, делились своими впечатлениями. С ребятами поиграли в настольный хоккей, я прям сам зарядился эмоциями. Мы, правда, проиграли. Команда артистов в команде ребят. Но ничего, ничего, матч-реванш, я думаю, будет, и мы попытаемся одержать победу. Сюда, когда заходишь, понимаешь, что медицина, это само собой, это хорошо, но позитивные эмоции, главное, вот этот вот заряд, который люди, находящиеся в этой клинике, в себе вот держат, это доброту. Вот она творит чудеса, она исцеляет. И я верю, что здесь творятся чудеса. Неделя звезд хоккея в столице нашей республики началась с доброго и светлого мероприятия. После таких душевных встреч остается надеяться, что у всех детей в этом мире все будет хорошо. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».